Здравствуйте! Продолжаем разговор о шиповниках. Сегодня мы поговорим о морщинистой розе или розе ругозе. Роза ругоза – один из самых известных шиповников, получивший свое название из-за морщинистого листа. Помимо привычного нам названия, морщинистую розу иногда называют прибрежным цветком, пляжной или соляной розой. Такие названия она получила из-за способности расти на абсолютно песчаных почвах и выдерживать соляные брызги. Вспомните берег Финского залива – сосна обыкновенная, осока и роза морщинистая. Вот три вида, которые вы можете встретить на побережье. А еще ее называют помидоровым деревом из-за крупных краснеющих плодов. Сейчас морщинистую розу можно встретить почти на всех континентах, хотя естественный ареал – это юго-восточная Сибирь. Причем встречается она не только в садах и парках, но давно уже и за ее пределами, вытесняя природные формы. Так, например, ей очень понравилась Северная Америка. В США она признана злостным сорняком, угрожающим местной флоре. А в Германии на одном из островов она настолько разрослась и распространилась, что местные жители называют ее зильтовой розой по названию острова и уверены, что она росла там всегда. Там она своего рода местная достопримечательность. Хотя экологи и говорят, что эта роза представляет угрозу местным редким верескам. Как у любого растения, у морщинистой розы есть свои плюсы и минусы. Давайте вытащим на свет и те, и другие. Первое. Как упоминалось выше, роза морщинистая растет на любых почвах, в том числе и на песке. Мало кто из растений может этим похвастаться. Второе. Также касается и освещения. Видели ли вы розу, растущую в тени? В полутени да, но в тени вряд ли. А вот морщинистой розы достаточно несколько часов солнечного света. Третье. Аромат. Несомненно, это качество заслуживающее отдельного упоминания. Мощный, сильный и очень приятный запах. Только за это качество стоит посадить эту розу у себя. Четвертое. У морщинистой розы поистине сибирское здоровье и сильный иммунитет. Благодаря этим качествам она устойчива к грибным заболеваниям и мало повреждается вредителями. Пятое. Это морозоустойчивость. Низкие температуры ей не страшны. Минус пять и морщинистая роза этого даже не заметит. Шестой пункт. Засуха и ветроустойчивость. Ну, два неоспоримых плюса. И последнее. Декоративность в течение всего года. С конца мая и почти до первых морозов роза ругоза радует своим цветением. Осенью у нее богатая палитра осенней окраски. И зимой она стоит в себе в плодах. Что можно отнести к минусам? Ну, первое. В отличие от большинства роз и кустарников, морщинистая роза не очень любит кардинальную обрезку. Если у вас старый несформированный куст, посадить его на пень, скорее всего, не удастся. Это может привести к гибели куста. Делать это нужно постепенно, в течение нескольких лет. Лучше не запускать растения, а ежегодно заниматься санитарной и формовочной обрезкой. Второе. Ну, вторым ощутимым минусом морщинистой розы считается ее узкая цветовая гамма. Перефразируя слова Генри Форта о цвете машины, можно сказать, роза ругоза может быть любого цвета при условии, что она будет темно-розовой. Конечно, гибриды морщинистой розы имеют гораздо более богатую палитру, но видовая роза темно-розового цвета. Ну, и третий, последний недостаток – это цветение. Первая волна цветения морщинистой розы ошеломительная. А вот все последующие, увы, не такие бурные. Уже к августа на кусте буквально всего несколько цветов. Если сравнивать наши плюсы и минусы, то, конечно, плюсы перевешивают все недостатки морщинистой розы. Устойчивость к болезням, высокая зимостойкость, нетребовательность к почвенным условиям – все это привлекло внимание селекционеров. На сегодняшний момент существует немного сортов морщинистой розы, но вот ее гибридов огромное множество. Крайне необычные сорта созданы одним из бельгийцем и представлены им широкой публике в начале 20 века в Голландии. Это небольшая серия сортов, названа в честь известного розовода – Грутендорса. В серии всего четыре сорта. Но каких? Когда я впервые увидела эту розу, я думала, что надо мной решили подшутить. Куст обычной морщинистой розы был усыпан цветами гвоздик. Первая моя мысль была, что их прикрепили туда скотчем. Каково было мое удивление, когда я поняла, что это не шутка и не ошибка. Только спустя годы я узнала, что передо мной был Ред Грутендорс – гибрид морщинистой и полиантовой розы. К сожалению, в этой серии всего четыре сорта. Красный, розовый, белый и последний, который отличается темно-малиновой окраской и гораздо более темным цветением. Еще хочу обратить ваше внимание на несколько сортов морщинистой розы. Робуста пинг – полумахровый сорт с крупными цветами нежно-розового цвета. Царица севера, она же руброплена. Кустарник высотой не более полутора метров. С махровыми, душистыми цветами, собранными соцветия. Она красного цвета. А свое название «Дочь севера» получила за крайне высокую морозостойкость. Она выдерживает до минус сорока градусов. И у нее не подмерзают даже текущие побеги. Шнизверг – низкорослый сорт морщинистой розы с белыми ароматными цветами, собранные в соцветия по 5-11 штук. Сорт характерен длительным цветением. Ну и последний сорт – васагарминг. Высокий кустарник до двух метров высотой, чрезвычайно зимостойкий. Полумахровые цветы обладают сильным ароматом. Окраска околоцветника – сиренево-розовая. Это лишь малая доля сортов, о которых мы рассказали. Поверьте, их огромное количество. И все они прекрасны. Возможно, если вы ограничены участком в 2-3 сотки, то морщинистой розе сложно будет найти место. Но если у вас более 6-7 соток, то я очень рекомендую обратить внимание на морщинистые розы. На этом все. Простите за ужасное произношение. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Удачи!